Какую альтернативу антибиотикам сегодня можно предложить животноводам обсуждаем с директором по технологическому развитию компании Бонако Татьяной Марченко. Татьяна Витальевна, добрый день. Добрый день. Компания Бонако производит кормовые добавки, которые вы предлагаете в качестве альтернативы антибиотикам. Вот как они работают? Краснодарская компания Бонако выпускает две кормовые добавки Бонако АПК-Н и Бонако АПК. Это микробиологические комплексы, в состав которых входят пропитические микроорганизмы. Микроорганизмы нормофлоры кишечника животных, птиц, рыбы. Эти микроорганизмы подобраны не случайным образом. Были проведены многолетние, я бы сказала, исследования, предрегистрационные испытания препарата, где мы тщательно подбирали состав микрофлоры с учетом биологических свойств микроорганизмов. И вот тот консорциум, который есть сегодня в препарате, мы можем смело заявить о том, что пробиотический комплекс является альтернативой антибиотиков. Но мы не говорим, что пробиотики полностью заменяют действие антибиотиков. Это нелогично. Антибиотики есть, были и будут. Инфекционные заболевания возможно лечить только антибиотиками. Но профилактировать, то есть действовать превентивно, мы можем прекрасно пробиотическими препаратами. Какими являются препараты нашей компании, Боно КАПК и Боно КАПКН. Есть ли уже опыт применения ваших кормовых добавок на животноводческих предприятиях России? Да, конечно, есть. Это опыт немаленький, потому что наша компания работает с 2015 года. С 2020 года у нас зарегистрирован препарат в Росельхознадзоре и идут успешное применение на сельхозтоваропроизводителей Российской Федерации. Какие это предприятия? То есть птицеводческие, свиноводческие? Птицеводческие, свиноводческие, по выращиванию, содержанию крупного рогатого скота, рыбоводческие предприятия. Особенно вот в нашем регионе это очень востребовано. Очень много предприятий работает с нами. Прекрасные результаты получаем. Какие результаты? Это повышение сохранности поголовья прежде всего, понижение конверсии корма и набор живой массы. То, что необходимо и что является целью, собственно говоря, всего АПК. Удалось ли предприятиям сократить применение антибиотиков? Да, конечно. Особенно это на птицеводческих предприятиях ярко выражено. Тогда, когда на определенных этапах выращивания предприятия не дают с профилактической точки зрения антибиотики, а заменяют их пробиотиками. Антибиотики принимают только лишь по назначению, то есть тогда, когда есть какая-то вспышка инфекционного заболевания, что оправдано. Ну, а также вот эти все кормовые стрессы, когда переводят птицу с одного корма на другой, также пробиотики прекрасно нивелируют это стрессовое действие. Аграрный сектор достаточно консервативный. Вот как все-таки убедить животноводов переходить на более современные средства? Тут я считаю, что только экономические меры поддержки помогут. Либо это должна быть поддержка государства, таким предприятиям, которые выпускают экологически чистую, здоровую продукцию, каким-то образом либо налоговые льготы, либо субсидии от государства. А также требуется контроль со стороны государственных органов, ну, в частности, например, Россельхознадзора, который позволит контролировать предприятия сельхозтоваропроизводителя по обороту антибиотиков. То есть сегодня программы, информационные программы Россельхознадзора четко позволяют дифференцировать, сколько препаратов входит на предприятие, и понять, дают ли его с профилактической точки зрения, либо когда есть какой-то вспышка инфекционного заболевания. А лечение это всегда тогда, когда есть какое-то лабораторное испытание, и, собственно говоря, это оправдано. То есть, получается, нужно сократить применение антибиотиков только в лечебных целях? Конечно, безусловно. А бы не развивать антибиотикорезистентность. Потому что уже сегодня ученые всего мира бьют тревогу, и 700 тысяч человек ежегодно умирают от инфекции, которые невозможно вылечить антибиотиками. То есть, от антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов. Это очень большая проблема, проблема всего мира. И в 2019 году наш президент Владимир Владимирович Путин издал указ о биобезопасности Российской Федерации, где четко обозначил эту проблему. И теперь все службы Роспотребнадзора, Россельхознадзора направлены на реализацию этого мероприятия по борьбе с антибиотикорезистентностью. Ну и чтобы не развивать антибиотикорезистентность, нужно прекратить вот это широкомасштабное, часто неконтролируемое применение антибиотиков и повысить санитарный уровень на предприятиях, и проблема резистентности уйдет сама собой. То есть, вот эти все технологические нормы содержания, ими никак нельзя пренебрегать. А пробиотики, они могут все это снивелировать и дать нам очень-очень хороший, качественный результат. Здоровую продукцию. Здоровую продукцию. В каждом университете в Российской Федерации висит лозунг «Ветеринария лечит человечество», «Медицина человека». Так вот, здоровье не только животных, но и людей в наших руках, поэтому, я думаю, это мы прекрасно все ветеринарные специалисты понимаем и направлены на получение здоровой, качественной продукции. И самое главное, чтобы сформировать здоровую нацию. Спасибо вам большое. Интересно очень. Спасибо. Продолжение следует...